Подготовка к безболезненным родам. Что это такое? И вообще, могут ли роды быть безболезненными? Ну, лично я считаю, что совсем без боли это наркоз. Дали наркоз, женщина спит и ничего не чувствует. Но она не чувствует, и значит, она не рожает сама. И наркоз это на операции. Прежде всего, надо понять, что боль в родах должна быть. И боль — это помощник в родах. Именно боль говорит, что делать. Эта боль говорит, ходи, прыгай на мече, или кому-то боль говорит, ползай, потри живот, потри спину. Но понятно, что за время родов боль настолько нарастает и становится часто очень интенсивной, Именно поэтому женщины ищут варианты, как подготовиться к безболезненным родам. На самом деле, цель должна быть другая. Пусть будет больно, но терпимо. Потому что боль подсказывает, в какой момент тужится. И если у вас нет этой потужной боли, вы не сможете легко родить своего ребеночка, легко отпустить его в этот мир. Поэтому изучайте приемы обезболивания. Они доступны всем женщинам. Они очень простые. Да, они требуют некоторого времени. Да, они требуют некоторого терпения, внимания. Но зато они отработают вложенные в них усилия в самый важный для вас день. Поэтому запомните, совсем безболезненные роды – это явление достаточно редкое. Большинство женщин переживают боль. Поэтому к родам надо готовиться, изучать приемы обезболивания, техники дыхания. И самое главное, как легко вытужить своего малыша. Я желаю всем освоить эти приемы и легко рожать. Продолжение следует...